Здравствуйте! Меня зовут Валентик Коклов. Мы продолжаем, вернее завершаем цикл об истории средних веков, пятый сезон этого цикла, в котором мы говорили об истории Византийской империи. И, в общем-то, основную часть этого сезона мы закончили, но остался еще один небольшой осколочек этой империи, которая называется Трапезунская империя. И вот, собственно, ей посвящен этот бонусный выпуск. Но прежде чем перейти к нему, я напоминаю очередной раз, что продолжается война, которую путинская Россия развязала против Украины, начиная с 2014 года, с оккупации аннексии Крыма, с оккупации части Донбасса. 22 февраля, 24 февраля 2022 года. Это полномасштабное отражение с огромным числом жертв, с огромными разрушениями. Война ведется барварским способом со стороны России, с многочисленными нарушениями права. Полный правовой беспредел, цепь военных преступлений, как вы прекрасно должны уже бы знать. Это и убийства мирного населения, и удары по мирным городам, по энергетической инфраструктуре. Это и морская блокада. В общем, весь спектр. Все, что можно было сделать, нарушить, все путинская Россия нарушила, превзойдя по своим зверствам гитлеровскую Германию. Это вы должны прекрасно уже за более чем полтора года войны знать. А я вынужден был уехать, и до сих пор не могу вернуться в родные места. Если та моя работа, которую уже в протяжении пяти лет я делаю безвозмездно, это циклы об истории средних веков, уже пятый сезон, вам как-то нравится, то подписывайтесь на мою страничку на патроне, patron.com, касаемо V-I-L подчеркивание, K-H-O-K-H-L-O-V. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, останетесь мембрами, канал Велкафлоп, по моему имени называется. Ставьте лайк этому видео, ну и тогда начинаю. Итак, в 1185 году в Константинополе в результате восстания был цверкнут и казнен, убит, растерзан император Андроник I, Камнин. Правда, он и сам не ангел, он захватил власть, истребив семью своего путешественника и, говорю, родного брата Мануила. Там была тоже очень кровавая история, и Андроник довольно жестоко правил, тиран, ну и вот получил, в общем-то, возмездие. Это было в выпуске номер 16 этого сезона. Он был уже немолодой человек, там его за время правления Мануила успела поносить по белосвету. У него был уже взрослый сын Мануил, и у этого Мануила родились маленькие мальчики, внуки Андроника I, их звали Алексей и Давид. Откуда имя Давид, может возникнуть вопрос, очень нетипично. Мы раньше никогда какого не встречали. Дело в том, что Андроник, когда его носила по белосвету, был, в частности, и в Грузии. И там как-то познакомился с местным царским домом, и своего сына женил на грузинкой принцессе, насколько я понимаю, дочери царя Давида IV. Ну, не уверен, но вот. Сестер знаменитой царицы Тамары, кстати говоря. Так вот, вероятно, в честь деда по материнской линии назвали второго мальчика. Но Андроник I убит, его сын Мануил то ли казнен, то ли ослеплен и там скоро умер, а мальчики исчезли. И есть две версии, куда они делись. Вот Успенский считает наиболее вероятной версию академика Куника, это еще дореволюционно, естественно, это 19 век, что верные комнинам люди вывезли маленьких Алексея и Давида в Грузию к их тетке царице Тамаре. И мальчики, соответственно, с младенчеством воспитывались при дворе грузинских царей и были по данному языку и по обычаям наполовину грузинами. Альтернативная версия, сложенная на Википедии, состоит она в том, что мальчиков из Византии никуда не вывозили, они были то ли в Константинополе, то ли где-то во близости. Успенский считает эту версию маловероятной, потому что он считает, что в течение почти 20 лет, когда правило уже новая династия ангелов, вряд ли удалось бы сохранить в тайне пребывание двух маленьких камнянов, которые, конечно же, представляли большую опасность для новой династии, их бы там как-то поймали и убили. Но в любом случае, Алексей и Давид появляются на исторической сцене в районе 1203-1204 года. И это не случайно, потому что мы об этом говорили в выпуске номер 17 этого сезона, мы говорили в первом сезоне о основании Латинской империи, о том, что предшествовало захвату Константинополя крестоносцами. В общем-то, вот именно в этот период появляются на исторической сцене два молодых человека, им там уже одному чуть больше 20 лет, другому около 20, может быть, чуть меньше 20 лет. Вот. Ну, если принять версию Академии Кокуника, тогда легко объяснить, почему они появляются, что они появляются со стороны Грузии и в районе как раз Трапезунта. Потому что что такое Трапезунт и вообще вот эта фема Халдия, которая находится на самом северо-востоке Византии и, соответственно, на юго-восточном побережье Черного моря. Это узкая полоска вдоль берега, южнее горы, которые отделяют эту фему Халдия от основной части Малой Азии, к западу в районе Синопа, я так понимаю, тоже горы подходят. То есть, как бы, это довольно обособленная часть побережья Черного моря, где, насколько я понимаю, хороший выход со стороны Грузии есть. Вот эта нынешняя, как бы, трасса из Батуми в Турцию. И там можно пройти, там вот эти войска грузинские, из грузин и лазов. Лазы это люди, которые, племена, которые жили именно вот в том районе южнее Грузии. Вот. И вот это войско из грузин и лазов поддерживало Алексея и Давида Камнинов. И они легко захватили трапезун уже после падения Константинополя. Видимо, то ли получив известие, то ли еще известие не получив, но понимая, что в Константинополе смута, которая там с начала армии 1204 года уже была. Вот. И они пришли претендовать на наследство своего деда. Они без боя заняли трапезун. В общем-то, там жители всегда поддерживали Камнинов, потому что родовые земли Камнинов, ну, по крайней мере, какие-то им обширные поместья были в той феме. Вот. И 23 апреля на 1204 года, в общем-то, была основана трапезунская империя. И, в принципе, формально это даже не противоречит тому, что уже латинская империя была основана в Константинополе, уже византийская империя была как приостановлена. По всем понятиям того времени действия Алексея и Давида были правомерны, потому что Алексей, старший из братьев, был наследником по прямой линии древней, ну, на тот момент уже древней династии Камнинов, которая много лет, уже даже больше, чем столетия, правила Византийской империи, то есть императорская фамилия, наследие по прямой мужской линии, империя в Константинополе пала, почему бы им не претендовать на власть? И, правда, были еще там другие линии Камнинов, не такие, в общем-то, может быть, и прямые, как у них, и чтобы подчеркнуть, что они являются такими вот наиболее правомощными, они принимают название для своей линии рода Великие Камнины, вот. Но, правда, в других частях империи были и другие люди, которые претендовали на восстановление Византии, мы уже говорили, это иопирский деспотат, ну, там семья ангелов правила, но они называли себя Камнин Дука, значит, а в Никейской империи, в Никее, вернее, еще там не было империи, там начали править Ласкарев, Федор Ласкарь, и, собственно, с ними и столкнулись Великие Камнины, потому что, как бы, если смотреть на трапезунг, на эту вот полоску вдоль Черного моря, если двигаться на запад к Константинополю, то там уже будут земли, которые, ну, граничат с Никеей, то есть между Никеей и Трапезунгом, на самом деле, была еще полоска под турецким влиянием тогда к западу от Синопа, но это сейчас не важно, важно, что таким естественным соперником для Камнинов были Ласкари и Набору. И Ласкари, как бы, стояли на дороге к Константинополю, и поэтому Давид Камнин пошел с войском из грузины Лазов туда, на запад, на Константинополь и на Никею, а Алексей остался, во-первых, строить государственную власть в Трапезунге, а потом собирать уже войско местное и идти вслед за братом. Феодор Ласкари понимал, чем это ему грозит, и поэтому вступил в союз с турками-сельджуками, которым тоже не улыбалось, что у них там на севере может образоваться какое-то мощное греческое государство. Тем более, что турки как раз для Трапезунга были основной угрозой, потому что узкая полоска вдоль моря очень уязвима. В любой момент турки могли с любой стороны как бы с гор спуститься, ну, это было не очень легко, конечно, перевалить через горы, но такая угроза была. Ну, а главная угроза это то, что они в районе Синопа могли перекрыть линии снабжения ушедшей в период армии Давида и разрезать братьев. Что, в общем-то, они в итоге и сделали. В итоге они ударили как раз в стык, отрезали братьев друг от друга, и войска Ласкари, они разгромили армию Давида Камнина. Правда, тот не погиб, он еще сопротивлялся. Он как раз под Синопом там воевал, осаждал этот город. В итоге где-то там под Синопом он и погибнет через несколько лет. А Алексей Ласкарь остался в... Алексей Великий Камнин остался в Трапезунде. Он тоже ищет союзников. И естественными союзниками для него становится Латинская империя. Почему? Потому что это естественный противник Никейской империи. И так же вот, ну, не к туркам же ему обращаться. Там они дружили через один, получается. Латиняне враждовались с Никеей. Никея с Тарпезунгом, Тарпезунг с турками. Вот они дружили через один. Но в итоге Ласкарь выиграл, потому что он еще стал дружить на запад через один, через Латинян. Там их соседями были болгары. Вот. И союз с болгарами, Ласкарь с болгарами оказался для Латинской империи, в общем-то, роковым. Никейскую империю он спас. Ну, а для Тарпезунда он, как бы, косвенно тоже сыграл негативную роль. Потому что союзники латиняне не смогли оказать помощь Тарпезунду. Тарпезунг остался один на один и с Никеей, и с турками. И в итоге Алексей Камнин пошел на мир, вернее, замедлился с турками, стал их вассалом, стал им платить небольшую дань. И до самой своей смерти, в 1222 году, он правил спокойно и обустраивал себе свою новую империю. А в феврале 1222 года Алексей I, нумерация новая в этой империи, Алексей I умирает. И на трон должен был бы взойти его малолетний сын Иоанн, но престол достался другому человеку, Андронику Гиду. И, по всей видимости, это зять покойного императора, то есть муж его дочери. Влиятельный местный аристократ. Далее следует ухудшение отношений с турками. В 1223 году корабль плывет из Крыма, из Херсона, в Трапезунт с Данью. То есть, по всей видимости, Трапезунт тогда получил под контроль еще и крымские владения Византии. В общем-то, это логично, потому что у Никейской империи на побережье Черного моря флота не было. У латинян флот был в основном это Босфоргейское море. В Черное море они могли выйти, но им там было делать особо нечего. Поэтому сильный флот, получилось, был у Трапезунта. И он, как бы, способствовал связям с Крымом. Из Крыма плыл корабль с Данью, и с местными аристократами, и с Херсонеса корабль потерпел. Ну, не крушение, его там шторм помотал, и он пристал у Синопа, который был тогда под турками. Турки разграбили этот корабль, там захватили аристократов, а потом еще сделали набег на Херсонес. И Андроник Гид, ну, как бы, не мог это спустить с рук и начал воевать с турками. Хотя там, как бы, это действовал местный эмир, это не султан действовал. Но, тем не менее, там как-то они начали воевать, все закрутилось. Султан пошел на Трапезунт, но в итоге грекам удалось отбиться. Ну, там не столько греки были, сколько грузивные лазы. Ну, они отбились, более того, взяли в плен самого султана. После этого заключили мир уже Трапезунт не вассал, иконийского султаната. И он ищет нового союзника в лице восточного соседа Харезма, государства Харзаншаха. Но в 1230 году на Харезм с Востока нападают монголы Чингисхан. Громит государство Харзаншахов, оно исчезает, гибнет. И Трапезунт опять вынужден идти на поклон к туркам и опять становиться их вассалом. Андроник Гид умирает в 1235 году. И в следующие три года во главе империи стоит уже вот тот самый сын первого императора Алексея, Иоанн Аксух. Ничего значительного в его правлении не произошло. Вошел в историю он только одним таким, ну, трагическим, но курьезным случаем. Дело в том, что в 1238 году он погиб в результате несчастного случая в спортивной игре, которая по описанию очень напоминает игру в поло. То есть вот такая вот жертва, но очень довольно редкая жертва среди монархов, чтобы кто-то погиб, ну, вот, в ходе спортивной игры. Упал под ноги коня, в общем-то, неприятно. У него был младший брат Мануин, который и стал править. Мануин первый. Главный вызов, с которым ему пришлось столкнуться, это монгольская угроза, потому что уже монголы идут на запад, и они севернее Черного моря, на Русь пошли. Чуть позже, в 1243 году, уже южнее Кавказских гор, отряд из Трапезунда участвует в битве вместе с турками-сельджуками, вместе с Никейской империей. Терпит поражение эта объединенная коалиция, иконийский султанат, ну, он не разгромлен, но его армия разбита. Мануин первый, правда, извлек из этого определенную выгоду, потому что он пошел на подчинение монголам и перестал быть вассалом турок. А историк его царствования, Панарет, был такой, ну, самый видный из Трапезунских историков, он поет дифирамбу этому правителю, называет его храбрым, удачным воином. На самом деле непонятно, с кем там он первый особо сражался, но другое дело, что он действительно проразил довольно хитрую внутреннюю и внешнюю политику. Но если брать внутреннюю политику, то многие старые роды, Трапезунские, Лазского, в первую очередь, происхождения, исчезают со страниц хроник. И Успенский вообще-то пишет, что там были довольно жестокие казни, конфискации имущества, и Мануин истребил много старой местной эстакадии, чтобы, ну, как бы, не зависеть от них. Также Мануину пришлось идти на переговоры с Михаилом Палеологом, который в 1261 году овладевает Константинополем, восстанавливает Византийскую империю. И претензии Мануила на титул императора и Гимлян были уже неприемлемы для палеолога. За камненами он признает право на автономное управление владениями, даже соглашается, чтобы патриарх там разрешил Трапезунскому митрополиту ставить епископов самостоятельно и обещает, что вступит в брачный союз с камненами. Но только чтобы они перестали называть себя императорами. И, кстати говоря, византийские источники именуют Мануила и там его приемников иногда властителем лазов, то есть местного племени, не греческого, то просто архонтами. Но это, конечно, очень большое оскорбление. То есть большой любви между Трапезундом и Константинополем не было. В 1263 году Мануил первый умирает. На троне в Трапезунде садится сын старший Андроник II. Но он правил три года. И потом непонятно как престол переходит в 1266 году его брату Геордию, который правит дольше с 1266 по 1280 год. И Успенского, кстати, ошибка в книге. Он эти годы приписывает Иоанну II, следующему брату. Но тогда еще правил Георгий. И он противостоял палеологам. Он вступил в союз с Карлом Анжульским, о котором мы говорили. Вот в предыдущих выпусках как раз главный противник Михаила палеолога. Опасный противник. Но как-то Георгий не очень ладил с местной знатью. И когда он там воевал с турками в 1280 году, знать просто взяла и покинула лагерь императора. Император остался с небольшой личной дружиной. И турки захватили его в плен. Потом он вроде как вышел из плена, что-то там еще пытался. Но уже вернуться на трон ему не удалось. Потому что в 1280 году, после племения брата, на трон вступает Иоанн II. Еще довольно молодой человек, ему около 18 лет. И Михаил палеолог, уже старый император, шлет в Трапезунду одно посольство за другим. Пытаясь уговорить молодого человека пойти на мировую. Там обещать ему титул деспота и так далее. Руку своей дочери предлагает. Только чтоб тот отказался от титула императора. Но он не только такими увещеваниями действует. Также он подсылает своих комиссаров, чтобы они бугорожили местную знать. Против этого и вот юноши. И там бунты возникают некоторые. В конце концов Иоанн идет на мировую с палеологом. Он едет в Константинополь, Иоанн. Его там в пути заставляют снять пурпурные сапоги. Это императорский цвет. Нельзя надевать черные сапоги, переобуваться. Но взамен палеолог дарует ему титул деспота. И женит на своей дочери Евдокии. Ну правда Михаил Палелов вскоре умрет. Когда возвращается Иоанн в Трапезунт. Не очень понятно. Известно, что на 1285 году на империю трапезунскую нападает грузинский царь Давид. Потом сестра Иоанна, которая замужем за грузинским князем каким-то. На время занимает столицу. Была это спланирована или это две разные компании, не знаю. Но тем не менее Иоанну второму удается вернуться и отбить свою столицу. И отбить свой трон. И затем править более-менее спокойно до 1297 года. Соблюдая определенный баланс между Константинополем и Грузией. После его смерти Трон Трапезунта переходит к его сыну Алексею II. Который был рожден в 1284 году. То есть ему на момент смерти отца порядка 13 лет. Опекуном его становится его дядя со стороны матери. Византийский император Андроник II. И на правах опекуна он конечно же пытается подмять Трапезун под себя. Он пытается женить молодого человека на дочери своего канцлера Никифора Хумна. Но мать мальчика Евдокия не желает этого брака. Она там успешно организует брак с грузинской принцессой. И тогда уже Константинопольская партия Трапезунти ослабевает. В начале 14 века и Алексей II правит более-менее тоже стабильно. Укрепляет город. Он построил большую стену до самого моря. Ну и до 1330 года он правит. В этом году он умирает. И в империи начинается череда снуд. На престол вступает старший сын. Алексея Андроник III. Успенский намекает на то, что Андроник действовал очень жестоко. Он убил двух братьев. Заточил в монастырь сестру Анну. Короче, братьев Михаил и Георгий звали. Был еще третий брат Василий. Он убежал в Константинополь. Но правил Андроник III недолго. Он умер в 1332 году. Непонятно почему, неизвестно. У него остался маленький сын Эммануил II. И непонятно, законный сын или бастард. Но тем не менее. Фактически же при этом маленьком мальчике стали править два человека. Это великий Дука, Лека, Чан Цичей и его сын, великий доместик Чампа. Ну, по именам видно, что они вряд ли греки. Скорее местные. Ну, плазы, наверное. Уже вроде как не грузинские имена. Но тем не менее. Ясно, что не греческая партия. Местная партия. Враждебная Константинополю. И тогда, собственно, в Византии вспомнили еще об одном брате Василии, который к ним бежал. Они его отправляют в Трапезунт. И Василий захватывает власть в городе. Потому что многие еще помнят, как Андроник казнил, убил его братьев. И своих братьев. И Василий, в свою очередь, казнит этого Леку Чан Цичея и его сына Чампу. А малолетнего Мануила Второго заключает в крепость. А через год, в 1333 году, этого мальчика убьют в ходе восстания Евнуха Иоанна. Вот. Так что становится новым императором Василий Камнин. Который являлся ставленником Константинополя. И он правил грязь на верную ему военную силу, в первую очередь. Потому что, конечно, была и греческая партия, но она была слабее, чем лазская. И лазы не испытывали симпатии к ставленнику Византии. К тому же он был женат на сводной сетке императора Андроника Третьего. Константинопольского императора Ириния Палеологини. Но она вроде бы была бездетна. Поэтому император завел любовницу. Не просто завел у нее, сыновья родились от этой женщины. И вот в 1339 году Василий начал уже открыто жить с любовницей. И задумываться о том, чтобы послать Ирину Палеологиню обратно в Константинополь. А сочетаться с законным браком вот с этой любовницей, по-моему, тоже ее и назвали. И внезапно он умер. И есть все основания полагать, что Ирина Палеологиня его отравила. И стала она править сама. Захватила власть. Опиралась она на наемников, которые еще были там от мужа. Остались из Константинополя. Они, соответственно, поддерживали греческую партию. Но удержаться власти не смогла. Потому что в следующем году, в 1341-м, из монастыря освободили Анну. Самую сестру Андроника III и Василия, которая там жила. И у нее больше прав. Да, она дочь Алексея II, единственная оставшаяся в живых. И ее провозгласили императрицей. А Ирину таки посадили на корабль. И до свидания в Константинополе. Но Анна тоже не очень успешно правила. Дело в том, что в Константинополе был жив еще брат Алексея II, Михаил. Он был уже не молод. 56 лет ему. Он давно жил в Константинополе. Но о нем вспомнили. А в Византии тогда, в 1341-м году, как раз, был риген Кантакузин. Иоанн Кантакузин. Мы об этом тоже говорили в прошлых выпусках. И он этого Михаила отправляет в Каттезун. Чтобы тот сочетался браком с Ириной Палеологиней и стал новым императором. Но когда Михаил приехал, Ирину уже отправили обратно. Михаил там просто стал жить и набирать сторонников. Потому что он мужчина. А в Византии не принято, чтобы женщины садились на трон. И правительство Анны считает Михаила опасным. И берет и заключает его в крепость. Когда Михаил Великий Камин был заключен в крепость. Это вызвало, конечно же, недовольство среди его сторонников. Там была такая знатная семья с Хлариев. И вот они привозят в следующем году, в 1342-м году, из Константинополя сына Михаила. Иоанна, молодого юношу, совершали они переворот. Императрицу Анну задушили. А на трон посадили Иоанна Третьего. Ему было около 20 лет. Он, в общем-то, не углублялся от государственного управления. Он проводил время в компании сверстников. Развлекался, пировал. Тратил казну на женщину удовольствия. Все было бы для Хлариев хорошо, потому что они реально управляли. Но молодой человек к ним не прислушивался. Он предпочитал общество сверстников, а не этих вот стариков. И два года его терпели. Но в 1344-м году терпение Хлариев лопнуло. Они сверкли Иоанна Третьего, слали его в монастырь, вынули из темницы его отца Михаила и посадили на трон. Уже Михаил стар, уже считают, что он будет просто их марионеткой. И реально первый год они действительно правят, а Михаил просто номинальный такой император. Но в следующем, в 1345-м году Михаил вышел из-под влияния с Хлариев. Там заключил кого-то из них под арест. Их и там их сторонников. И просидел на троне аж до 1349-го года. Но в этом году его самого уже сверкли и изгнали. И в это время, кстати, что интересно, Никита Схаларин опять появляется в хрониках, в летописях в качестве великого Дуки. Великий Дука это главная придворная должность. Раньше это был вообще наместник фемы Халдия. И традиционно это, скажем так, первый из придворных. Премьер-министр, можно так сказать. На трон же Крапезунской империи вступает 11-летний мальчик Иоанн. Это сын того самого Василия, которого отравила Едина Палеологиня, его жена. И поскольку это не ее сын, то, соответственно, это сын той любовницы, которая у Василия была. Но тут вопрос, успел ли Василий сочетаться с законным браком с этой любовницей или не успел. Является ли этот мальчик законным сыном или небрачным. Непонятно. Но в итоге его садят на трон. Он принимает имя Алексей Третий. И, вероятно, в первые годы правления он, конечно, слишком маленький. И за власть борются аристократические партии. Ну, там, те же Сахаларии. И у них были соперники. Там была такая семья Даранитов. Они с этим Сахалариями воюют. В итоге Никита Сахалария держал верх, а этих Даранитов казнил. Но в 1355 году самому Никите пришлось бежать. И он уже император подрос. Он уже со Сахаларием воюет. В итоге там они как-то помирились. Причем реально помирились, потому что Сахаларий возвращается в Партизунт. Живет там до самой смерти в 1361 году. То есть вот такой деятель королей, деятель императоров. Он умирает со своей смертью. Ну, а двадцатилетняя, более чем двадцатилетняя даже смута в Партизунте заканчивается. И уже этот молодой человек Алексей Третий начинает править самостоятельно. Правильно, довольно долго, до 1390 года. Но событий его царствования относительно немного. Хотя на эти годы как раз приходится период наибольшей активности историка Панаретта. Вот этого самого известного трапезунтского историка. Ну, сведения, которые он приводит, они очень такие мелочные, местечковые. Ну, Алексей с кем-то воюет. Ну, окей, а какие силы? Несколько сотен человек. Там 300 человек, большой отряд. Вот. Потом, значительная часть хроник, это какие-то грамоты императора, пожалования монастырям. Там вот такая какая-то вся вещь. Сил средств по империи очень мало. И Алексей активно использует брачные отношения для заключения союзов. Так он женится на Феодоре Контакузине. Родственнице Контакузинов. Соответственно, одну дочь выдает за грузинского царя. Еще там трех выдает за турецких эмиров. Сына женит на дочери Кова, грузинского царя. Ну, и вот он умирает в 1390 году. И трон переходит к его сыну Мануилу III. Маленькая империя приобретает в те годы грустного соседа в лице турок-османов. Но в 1400 году наступает нежданное избавление от этой османской угрозы. Потому что султан Боазид попадает в плен к грозному эмиру Тимуру и Мишетамирлану, который пришел с востока. Мануил III становится вассалом Тамерлана. И тот даже назначает в Крапезун своего уместника Мирзук Халилов. Но Крапезун на плаву это важный центр на северном берегу Черного моря, через который идет сообщение между христианскими государствами и Центральной Азией. Например, посол Кастильского короля примерно в то время едет ко двору Тамерлана через Трапезун как раз. В апреле 1404 года вот этот посол Клавихо гостит. В Трапезунте оставляет описание города, описание императорского двора. И видно, насколько скудна империя. Потому что посол пишет, что 3-4 часа они выезжают за пределы стен Трапезунта. И уже не видно, чтобы кто-то поминал императора. Не видно свидетельства его власти. Где-то там еще есть крепости, в которых сидят гарнизоны. Вот в этих крепостях еще номинальная империя вроде как существует. А вот в такой сельской местности и непонятно, кто там правит эти крепости. Он оставляет описание Палео Мацука, Цыгана и Ардас. И только это свидетельствует о том, что власть императора есть еще где-то за пределами столицы. Умирает Мануил III в 1417 году. Его сменяют на престоле Алексея IV. И Трапезунская империя в плачевном состоянии. Турки-османы уже оклемались после поражения от Тамерлана. И они копят силы. Но Алексей IV он пославился только семейными какими-то проблемами. Потому что его жена завязала интрижку с придворным. А у него был сын старший Иоанн. Он как бы отстоял честь матери. Он убил этого придворного. Правда, он потом заточил мать и хотел ее убить. И отца хотел его вроде бы тоже убить и самому править. И, конечно же, все возмутились. Этого Иоанна Калаяна изгнали. Наследником сделали следующего брата Александра. А Иоанн обиделся. Он отправился в изгнание. Нашел там наемников каких-то. Высадился с ними на берегу моря недалеко от Трапезунда. Нашел себе там предателей в стане Трапезундов. Это там были знатные люди. Какие-то, как же их тут звали? Каваситы. Вот семья Каваситов. И они провели убийц к императору Алексею Четвертому. И император был убит в 1426 году. Наследник трона Александр, второй брат, бежал. И Иоанн корновался как император Иоанн Четвертый. Он символически, конечно, оплакал гибель отца. Что вот, как так можно? Казнил убийц. Тех, кто непосредственно убивал. Он казнил. Все дела. Начал править. Но его правление, это медленное умирание империи. Уже давно был утрачен Синоп. Важный город. Вот в центре как раз этого побережья Черноморского. Там уже турки прочно сидели. И к Востоку от Синопа сидели. Трапезунские владения продолжались туда на запад. В сторону Грузии. Как раз вот земли в лазах. Но там даже вот к важную крепость морскую, лимни, которая всегда упоминается еще в середине 14 века. Трапезун уже утратил где-то в конце 14 века. Но на самом деле уже все. Это агония. И после падения Константинополя в 1453 году стало ясно, что Трапезун доживает последние годы. Он вынужден платить Осману большую дань. Торговля на Черном море не то чтобы умирает. Но она хереет. Потому что турки контролируют проливы. Там генуэзцы, ренецианцы постепенно их выдавливают с Черного моря. Брат Иоанна Александра вроде бы там вернулся в Трапезун. Они помирились. Но Александр умер до Иоанна. Иоанн IV умер в 1459 году. И трон переходит к третьему брату Давиду. Еще при жизни старшего брата Давид активно вовлечен в дипломатическую работу. Он там ездит, переписывается, бьет переговоры. И когда он становится императором, он продолжает эту деятельность. Он пытается сколотить коалицию для того, чтобы расстоять туркам. В частности, он даже с Филиппом Бургундским переписывается. Это могущественный герцог Бургундии в то время. Также он завязывает хорошие отношения с окружающими турецкими мирами. И не только турецкими, там на востоке туркоманы. Они родственны туркам, но не совсем турки. Ну и османы тогда еще не все контролируют. Но султан Мехмед II узнает об этой активной деятельности Давида. И решает покончить с Трапезундом. Он сначала вынудил Амира Синопа сдать ему этот город. И тем самым вот это уже он выходит на границу, западную границу Трапезунда. Затем он могущественного султана туркомана, Узун Хасана, каким-то образом убежает отказаться от союза с Трапезундом. Узун Хасан это ключевой союзник Давида. Ну и после того, как он отвернулся от Трапезунда, его судьба предрешена в самом городе. Также у османок есть союзники, сторонники, даже казначей империи Георгий Амизури на стороне Мехмеда выступают. И Успенский пишет дальше, что турки неожиданно 26 октября 1461 года подвели к Трапезунду большой флот, высадили армию и взяли город. А в Википедии сказано, что город турки не взяли, а вынудили 15 августа 1461 года Давида сдать добровольно свою столицу. Но как бы то ни было, Трапезунд под турками, сам бывший император и его семья вывезены во Фракию. Они живут еще там два года, более-менее спокойно, но затем турки казнят Давида и его, почти всю его семью, обвинив в сношениях с Узу Хасаном. Таким образом заканчивается история Трапезунской империи, заканчивается род Камминов на такой грустной ноте. И заканчивается наш пятый сезон. И на самом деле заканчивается цикл, потому что все, что у меня было вам рассказать, я рассказал эти пять лет, я был с вами, говоря, рассказывая об истории Западной Европы, в основном континентальной, потом об истории британских островов, об истории Иберийского полуострова, вот, наконец, об истории Византийской империи и ее, как бы, таких дочерних государственных образований. Огромный период времени мы охватили, и я надеюсь, он стал более ясным и понятно, как развивалась история в этот интересный период времени. И на самом деле он не такой мрачный, как о нем думают. Это, наверное, ключевой период для понимания и современной истории того, во что превратилась наша цивилизация, откуда она берет свое начало. Я благодарю вас за внимание. Ну, дальнейших выпусков я во востребовом будущем не планирую, но если у вас есть желание и возможность, подписывайтесь на Patreon, patreon.com.co.uk подписывайтесь на мой канал в YouTube, потому что там будет другой контент, о чем-то другом я постараюсь снимать выпуски, уже не исторические, может быть, про путешествия, может быть, еще про что-то. Так что оставайтесь на моем канале, если вам было интересно. Еще раз благодарю вас за внимание, и я с вами на этом прощаюсь. До свидания. Продолжение следует...